Спасибо большое, всем собравшимся, пришли послушать нас. Что последствия Чернобыла? В прошлом году, в 2016 году, исполнилось 30 лет этой трагедии, и в этот год проводилось достаточно большое количество мероприятий, научной конференции, семинаров, как правило, действительно в научной среде, на которых осталась ли актуальна до сих пор проблема Чернобыля, можно ли про нее забыть, какие остались нерешенные вопросы и так далее. В принципе, выяснилось, что все-таки в какой-то степени эта тема тревожит нас до сих пор. Немножко к самому событию. Как известно, 26 апреля произошла чернобыльская авария на 4-м энергоблоке, которая привела к тому, что достаточно большое количество радиоактивных веществ было выпрошено в атмосферу. О причинах аварии я сейчас прямо говорить не буду. Могу сказать так, что именно то, что стало поводом для ядерного взрыва, который произошел, на самом деле до сих пор так и не установлено. То есть очень часто мы слышим, что причина в этом, в этом, в этом. На самом деле, что произошло, точно никто не знает. Единственное известно, что 25 апреля пропланировалось проводить работу по остановке 4-го энергоблока с целью профилактического ремонта. Как правило, такие события сопровождаются проведением различных испытаний. Вот в ходе одного из таких испытаний произошло неконтролируемое уменьшение мощности реактора и, соответственно, произошел взрыв. Значит, почему, собственно говоря, такие последствия? На самом деле в атмосферу вылетело около 5% радиоактивных веществ, которые были накоплены в реакторе. Но высота взрыва составляла порядка 7 километров. Это высоко, это высота, на которой летают самолеты. То есть, соответственно, территория, которая была охвачена... Это был вопрос. Естественно, что самая большая площадь пришлась на территорию России, Украины и Говоросе. То есть, изначально в северо-западном направлении распространялся свет, после этого поменял направление на восточную и на южную. Значит, то есть больше 200 тысяч квадратных километров общая площадь загрязнения. Значит, где-то порядка 70% пришлось на страны Россию, Белоруссию и Украину. И, скажем, достаточно в большей степени были загрязнены некоторые европейские страны. Норвегия, Швеция. На Швецию попало где-то порядка 6% от того, что вылетело в воздух. Скажем, были проблемы в Германии, потому что в этот момент, в момент, когда проходила опуха, шли дожди, и, соответственно, в районах аварии тоже достаточно большие площади были загрязнены. Значит, радионуклидом, который, скажем, определил вот такие вот долгосрочные последствия, в первую очередь является 137-й цезий, период полураспада которого составляет 30 лет. Собственно говоря, можно сказать, что мы сейчас говорим о времени, которое прошло через период полураспада цезий. Теперь то, что касается последствий аварии. Значит, естественно, в момент были пострадавшие в момент взрыва, то есть погибло два человека. Погиб один оператор, который в этот момент находился в реакторном зале. В этот же день погиб от травмного помощника другой человек. Значит, порядка 134 человек оказалось, у которых был подтвержден диагноз «Острая рочевая болезнь». Из них 28 человек погибло в первый год после аварии. И по разным данным от 60 до 80 человек в последующие 15 лет после аварии. Более 115 тысяч населения, в основном из 30-ти километровой зоны, были в АКЛУР. Ликвидатором, в первую очередь, десятки тысяч человек. По разным причинам были присвоены до или иной степени инвалидности. Из достоверных показателей медицинских, это то, что были подтверждены более 4 тысяч случаев увеличения рака щитовидной железы. Это, как правило, у детей, которые потребляли молоко в первые дни после аварии, молоко загрязнено радиоактивным йодом. Не только для людей, скажем, были последствия. Также последствия были и для окружающей среды. Но это касается, в первую очередь, зоны, которая прилегала к реактору. То есть это где-то порядка 10-30 километров. То есть наблюдались определенные реакции некоторых видов мукопитающих, растений и так далее. Самым, наверное, известным, скажем, биологическим объектом, который как бы пострадал после аварии Ченопольской эфи, так называемый Режевес, то есть это такое деревня, которое задерживает порядка 60-90% радиоактивных веществ. И, скажем, дозы облучения там были таковы, что произошла в Лебедеве. Значит, в каком-то смысле этот Режий лес, он принял на себя тот удар, который должна была на себя принять город Припять. В каком-то смысле он, скажем, защитил Припять от дополнительной дозы облучения. Но когда мы говорим об аварии на ЧАЭС, и уже спустя такое достаточно значительное количество времени, то есть беря не только первый год, а, скажем так, именно долгосрочные последствия этой аварии, то всегда говорят, и это, в принципе, такое достаточно уже состоявшееся мнение, что авария на Чернобыльской АЭС это в первую очередь сельская авария. То есть почему? Потому что, во-первых, регион, который принял на себя, скажем, основной удар, это регионы, которые можно отнести к областям, где в основном развивается именно сельское хозяйство. Второе — это время, когда произошли выпадения. То есть это конец апреля, когда уже произошла большая часть работы, пахотные работы по посеву трав и так далее. И, соответственно, большие площади, скажем так, сельскохозяйственных води тоже пострадали. Значит, второе — это то, что основной удар, опять же, как бы на той территории, в которой пострадала Чернобыль, в основном находятся сельские населенные полиции. То есть в основном сельские жители как бы в большей степени пострадали от этой аварии. Ну и как бы такой момент, что те радионублиды, которые, скажем, имеют наибольшее значение в составе выпадений, то есть для России это в первую очередь цези, для Украины есть еще стронцы. Это те радионублиды, которые достаточно активно включаются в так называемые пищевые цепочки. То есть они очень активно накапливаются из почвы растениями, сельскохозяйственными культурами, соответственно, потом животными, то есть как бы те, которые как бы вступают к человеку. То есть загрязнение продуктов питания после Чернобыльской аварии, это стало одной из самых больших проблем. Ну, соответственно, в первые дни после аварии было принято решение. Была собрана правительственная комиссия и стали применяться первые меры аварии. В первый год, в 1986 году, к ликвидации последствий аварии было привлечено около 300 тысяч человек абсолютно разных. Это и военнослужащие, и работники медицинские, и работники научных организаций, которые ведут там свои следы, и так далее. Всего за 5 лет, примерно до 1990 года, в ликвидации последствий аварии приняло участие более 600 тысяч человек. Значит, надо сказать, отметить следующее, что до Чернобыльской аварии, естественно, таких глобальных катастроф в атомной энергии не было. И поэтому, как бы, ну, это обусловило, может быть, некоторые ошибки, которые были совершены при ликвидации последствий. Значит, первое, может быть, о том, о чем редко говорят, собственно говоря, это то, что когда в первые часы после аварии, когда приехал директор, главный инженер, еще не было известно о том, что разрушен сам реактор. И поэтому была предпринята, скажем, попытка подать туда воду. Соответственно, люди, которые уже принимали участие в ликвидации последствий, которые были уже, скажем, облучены, они добрали для себя смертельную дозу. К вечеру было принято решение о том, чтобы восстановить подачу воды. И, соответственно, тушение пожара уже пошло, скажем, там, другими средствами. В первую очередь для ликвидации последствий необходимо было тушить пожар. Для этого активно использовали авиацию, самолеты, вертолеты, засыпали смесью песка, доломитой муки и горкой кислоты. Тушение пожара проводилось примерно до 6 мая. 6 мая реактор был остановлен. Следующий такой... Было несколько таких достаточно уникальных мероприятий. И, скажем, я бы так сказала, я бы испытала гордость за нашу страну. В то время это был Советский Союз, потому что действительно были достаточно серьезные меры приняты. Достаточно, скажем, много людей, которые принимали решения о том, что и как делать. Например, мероприятие по дезактивации территории. То есть здесь надо понимать, да, что это надо было еще придумать. То есть, допустим, на дорогах и так далее покрывали специальной водой, водой с жидкостью, которая похожа чем-то на пленку, которая потом затвердевала вместе с остатками пыли, грязи и всего остального. Их просто рулонами скатывали, загружали, захоранили. В принципе, достаточно много было именно таких очень интересных методов и техник, использованные для того, чтобы, скажем, проводить мероприятия по дезактивации. На самом деле, самые большие такие мероприятия проходили это по захоронению рыжего леса. Его фактически полностью уничтожили и захоронили. Значит, что еще проводили? Мы проводили развод на блоку для того, чтобы не попало, с дождями не произошло вторичное загрязнение районов прилегающих к Чернобыльской аварии, соответственно, чтобы избежать попадания радиоактивных материалов в реку Прикид и, соответственно, потом в дальнейшем в Киевское водохранилище. Значит, дальше таким достаточно интересным это было строительство объекта Укрытия, который мы знаем как Чернобыльский саркофаг. Решение, проект был готов уже где-то через месяц. Там в конкурсе порядка 18 проектов было всего подано. Ну, вот один из них, который был принят. И с начала момента строительства за 6 месяцев и один день был построен объект Укрытия. Скажем так, за время даже больше, например, не смогли как-то остановить сбросы после Фукусимы. Причем при строительстве объектов Укрытия, это просто, опять же, как-то для сравнения. То есть, какие силы были брошены на ликвидацию последствий аварии. То есть, было построено несколько бетонных заводов. Например, 4-й бетонный завод построили за 2 недели. Хотя обычно такой завод, вот от момента доводовой эксплуатации, занимает 5-6 месяцев. То есть, это просто гигантские людские, в общем-то, технические такие средства, которые были брошены на то, чтобы ликвидировать данную аварию. Еще одним интересным было это строительство стены в грунте вокруг Чернобыля, для того, чтобы, опять же, перекрыть столб загрязненной воды с атомной станции в реку Крепить. К сожалению, некоторые меры были проведены или не в том объеме, или с опозданием. Так называемая йодная профилактика. То есть, препараты йода повсеместно начали принимать только после 6-го мая. Если учесть, что период полураспада йода 8 дней, то, соответственно, его эффективность уже была достаточно низкой. То есть, скажем, при аварии на Покусиме вот эта ошибка была уже учтена, и они, в принципе, йодную профилактику начали проводить фактически сразу после аварии. Второй момент – это то же, что не поступало никаких рекомендаций для населения. То есть, причем, элементарная рекомендация, там, предотвращение сквозняков, там, я не знаю, мытье обуви. То есть, даже такие, первые такого рода рекомендации для населения были, опять же, сделаны только в мае. То же самое касается эвакуации населения. То есть, эвакуация населения в Большом Абьене, вот, в основном, она была проводилась 4-го мая. То есть, это уже спустя какое-то время после аварии, соответственно, люди из 30-километровой зоны, в принципе, какую-то дозу уже бездетную скорость складывали. К тем же мероприятиям можно отнести то, что сразу после аварии была наложена сеть традиционного контроля, то есть, летали самолеты, проводилась гамма-съемка территории, чтобы определить уровни загрязнения. В момент аварии, в последующие несколько лет, эта тема достаточно, скажем, нещадно эксплуатировалась в средствах массовой информации и так далее. И, скажем, ну, то, что мы говорим о мифах о Чернобыле, да, и не только наши СМИ, но и западные СМИ очень активно продвигали достаточно, ну, иногда некоторые курьезные факты. Один, одним, это может быть несколько мифов я приведу, их на самом деле гораздо больше. Когда говорят о Чернобыле, очень часто говорят, что это самая крупная техногенная катастрофа. На самом деле, в принципе, с точки зрения человеческих жертв и так далее, это далеко не самая крупная техногенная катастрофа. Здесь все-таки в первую очередь надо отдать лидерского химическим авариям. Я просто привела здесь, например, к Хабальскому трагедию в Индии, которая была в 1984 году, когда порядка 42 тонны ядовитых химических веществ было выбращено в атмосферу, и фактически сразу погибло 30 человек и около 15 тысяч человек в последующую году. Общее количество жертв трагедии оценивается по разным оценкам от 150 до 600 тысяч человек. Опять же, второй, самый распространенный номер на лифт, это как раз и количество жертв аварии и тех, кто пострадал от лучевой болезни. То есть это тема достаточно до сих пор и в интернете, и так иногда бывают статьи, где говорят о тысячах, иногда даже миллионах, жертв чем-то, и все совсем не так. В какой-то степени толчком для данных, скажем, таких сообщений, поступления Горбачева, которые он сделал на телевидении, когда он говорил, что вот там 300 человек пострадало от лучевой болезни, погибло и так далее. То есть, как бы, не имея информации, информацию люди требуют, информацию никакую немцу. Поэтому, скажем, непроверенные данные точно так же просачивались в средства массовой информации. Тем не менее, это вот просто, скажем, таблица, это медицинский центр Мини-Бурназяна, куда в основном привозили людей, у которых были подозрения на острую лучевую болезнь. Вот, в принципе, видно, да, что 134 человека поступили, 28 человек погибло в первый год. Значит, дальнейшую ступу этих 134 человек в полной степени отследить, конечно, не удалось, потому что после распада Советского Союза, после 1991 года, соответственно, данные медицинский центра могут отвечать только за тех людей, которые остались на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, здесь не тысячи, не миллионов человек, естественно. Ну, самый такой миф популярный, который очень это всякие двухголовые телята, котята, там, младенцы, уродцы и так далее. Значит, сразу просто скажу, что в районе Чернобырской станции, в принципе, действуют всевозможные научные, в том числе, центры, которые следят, в том числе и за биологическим разнообразием, ведут свои экологические изыскания. Но никто там никого не видел. То есть это все-таки ученые пока никого не могли поймать. И, естественно, большая часть фотографий, которые были сделаны, опубликованы, они не имеют к Чернобылю никакого абсолютного отношения. Но, тем не менее, слухи породили достаточно чудовищная вещь, потому что в первые годы после аварии там просто тысячи беременных украинских белорусских женщин побежали делать аборт. Потому что они боялись, что у них родятся дети с наклонениями. Хотя никаких подтверждений для такого, в принципе, и сейчас нет. Ну, миф уже современный, который тоже иногда, даже сейчас у нас на экранах появляется, когда говорят о том, чтобы, скажем, что объект Укрытия-2, который, кстати, строится под руководством УКТ, строится для того, чтобы защитить Украину от радиоактивного излучения, соответственно, четвертого энергогода. Значит, вот это, в принципе, как он выглядит. В этом году собирается по декабрю его закончить. На самом деле, основная цель этого блока, это первое. На самом деле, это для того, чтобы действительно была возможность закрыть старый реактор и, наконец, провести там ремонтную работу. Потому что, да, действительно, отток радиоактивных веществ идет. Естественно, старая конструкция, она от ветра, дождя, она разрушается. И, соответственно, действительно, как бы необходимо строить защиту. Но то, что там идет, прямо это работает, от него идут большие церковные падения, естественно, что такое у нас. Значит, еще один миф, который был о том, что разгоняли облака, чтобы не допустить выпадения радиоактивных осадков над Москвой. Это, кстати, был в свое время достаточно распространенный очень миф. Но, как я уже говорила, действительно, облака разгонялись, но только цель их была совсем другая, чтобы избежать вторичного загрязнения. Тут хотелось бы просто немножко остановиться. Спустя примерно 10 лет после аварии международные организации выпустили очень большой, вот такой толстый документ, в котором были проанализированы все достоверные, скажем, вся достоверная информация в аварии, включая медицинские, там, сельскохозяйственные, все остальные последствия, абсолютно все. Вот, исходя из этого доклада, можно сказать следующее, что воздействие на людей оказалось гораздо в меньшей степени, чем это было предполагалось изначально в первые годы после аварии. Больше вреда принесло переселение людей из пострадавших районов. Значит, опять же, немножко к регионам, которые эвакуировались, так особенно касается, кстати, Российской Федерации. Сельское население, где, собственно говоря, возрастная группа проживающих, это достаточно люди пожилые, для которых, скажем, переселение в новые районы, это дополнительный стресс. У нас, на самом деле, это, как бы, вам скажут, многие врачи, они подтвердят, что даже если вы человека сейчас переместите в пожилого возраста, там, имеющего определенные болезни, там, в другую незнакомую среду, то, скажем, ну, жить ему останется гораздо меньше, чем если он будет жить в привычной среде. Поэтому очень часто, например, там, больные бабушки и дедушки долго-долго живут дома, но как только попадают в больницу, все. Вот. Это один из факторов. Второй фактор – это психологическое давление на тех людей, которых переселили. То есть народ не знает, что такое развиваться, ее нельзя понюхать, нельзя почувствовать, что это такое, очень многие не знают. Поэтому, когда идет человек, ой, не общайся с ним, он с Чернобыля, он тебя облучает. Ну, это глупость несусветная, но люди в это верили. Или как там бабулька, ой, знаете, у меня в подвале Цези сидит, он глазами хлюпает. Вот, на самом деле, то есть, вот это как-то наша такая... Ну, это как бы то, что бабульки рассказывали нашим сотрудникам, которые приехали, ловили в сотрудников, ввели в подвал и говорили мне, там, Цези прятался. Там сидел хлоп. Суть не в этом. То есть, скажем так, суть этого доклада в том, что надо действительно все-таки как-то объективно относиться к информации и как бы, ну, не раздувать из этого ненужные, скажем, страшилки для людей, ненужные лифы и так далее. Теперь чуть-чуть ближе к нашей теме, точнее к моей теме. Значит, сразу после аварии, по результатам дамосъемки, которые проводились, в первую очередь, учреждениями метеорологических служб, значит, было проведено зонирование территории. Значит, для чего это сделалось? Для каждой зоны, во-первых, определялись на тот момент мероприятия, которые должны перепроводиться. Значит, так сразу скажу, что наша такая законодательная база начала, соответственно, формироваться уже в 91-м году, российская, соответственно, после расклада СССР. Но зонирование территории первое проводилось еще как бы, когда был Советский Совет. Было выделено 4 зоны загрязнения, зона отчуждения, зона отселения, зона проживания в справном отселении, проживания с егостным социально-экономическим статусом. В соответствии с зонированием, в первую очередь, касалось и населенных пунктов, были установлены льготы для населения, выплаты, напавки и так далее. Как у нас сейчас обстоит ситуация? В соответствии с нашим законодательством, то есть был сформирован перечень населенных пунктов, которые были отнесены к разным зонам загрязнения. Каждые 5 дней данный перечень должен пересматриваться. Ну, в зоне отчуждения, я чуть подальше скажу, что это такое, почему здесь 4 населенных пункта, которые не меняются. Но если посмотреть, значит, те населенные пункты, где-то порядка 200 зоны отселения, то после пересмотра, причем это был серьезный пересмотр, то есть действительно проводилась, скажем так, паспортизация данных населенных пунктов, не все, чтобы через всяких ситуаций. И на основе этих данных осталось только 25 пунктов, которые, в принципе, можно отнести к зоне отселения. То есть, ну, проблема у нас с зонами, которые остальные, потому что, по-хорошему говоря, данные пункта надо выпадить из зоны радиоактивного загрязнения вообще. Но, как вы сами понимаете, психологическое значение этих действий, в общем-то, политическое, как бы, ну, никто не хочет получить возмущение в стране. Немножко о зоне отчуждения. Формировалась она по-разному. То есть, на Украине, в Беларуси это была 30-километровая зона. Вот это, в принципе, то, что можно назвать зоной отчуждения в Украине. То есть, вот эта зона в районе атомной станции. И это 10-километровая, так называемая, зона, значит, которая, собственно говоря, на долгие годы, даже на столетие, может быть, на тысячелетие, не предполагается, что будут когда-либо заселены, в первую очередь, загрязнения плутонием. Хорошо, что он сильно далеко не разлетелся, но вот в этой зоне достаточное его количество. Просто период его распада плутонием 24 тысячи лет. То есть, соответственно, там эта проблема, именно в этой зоне носит наиболее долговременный характер. Но данная зона, тем не менее, все-таки используется. То есть, во-первых, для хранения радиоактивных материалов, которые имеют чернобыльское происхождение, для хранения материалов некоторых других атомных станций в Украине. На данной территории действуют научные центры, то есть, есть специальная администрация, есть агентство по управлению зоной очертения Украины. Сейчас они пытаются на данной территории сделать заповедник радиационно-экологический, но пока президент не подписывает это решение. Но, тем не менее, там идутся работы. То есть, там действительно, значит, на данной территории никто не живет, а отселения там выселены, но ведутся научные изыскания, то есть, функционируют научные центры и так далее. То есть, достаточно серьезно, ну, благодаря, скажем так, и деньгам, которые европейцы вкладывают в зону, то есть, там проводятся достаточно хорошие, серьезные, очень научные исследования. Вот сейчас, кстати, украинцы отмечают то, что у них на территории зоны, благодаря тому, что оттуда ушел человек, у них там сейчас восстанавливается педагогическое разнообразие, вот у них там даже лошади проживать, с кого уже бегают. Но это не мутанты. Значит, похожие ситуации сложились в Беларуси. То есть, там на территории зоны отчуждения создан полесский заповедник. Это охраняемая территория, то есть, с пунктами контроля, с предупреждающими знаками на данной территории. То есть, там, опять же, функционирует администрация данного заповедника, который тоже ведет свои работы. То есть, у них там есть своя пасека, у них там есть комитет, то есть, опытные хозяйства, на которых они работают. И, значит, проблема там у них сейчас есть и с пожарами, то есть, у них там достаточно техники и так далее. И, в общем-то, пожары тушатся, поэтому не надо бояться того, что там что-то сгорит. И мы от этого пострадаем. И, скажем так, категорически противоположная ситуация у нас с зоной отчуждения в Российской Федерации. Ну, первое. Официально у нас в зоне отчуждения относятся площадь четырех населенных пунктов, которые в свое время были захоронены, из них было полностью эвакуировано население, пункты были захоронены. И территория 500 метров вокруг данных населенных пунктов. Есть определенная проблема, потому что, в отличие от Беларуси, где у них, кстати, очень хорошая государственная программа по ликвидации чернобыльских последствий, там, в отличие от Украины, у нас, например, нет карты по значению места хранения, но и как бы есть свои проблемы. Значит, это то, что касается населенных пунктов. Помимо населенных пунктов, у нас есть сельскохозяйственные территории с достаточно высокими уровнями загрязнения, которые тоже было в свое время принято решение вывести их из землепользования. Значит, что касается лесов, это в основном где-то примерно около 17 тысяч хектаров Брянской области. Причем вот то, что касается как бы нашей зоны, ее такая характерная черта – это территориальная раздробленность. То есть, если, как видели, там на Украине, в Беларуси, это достаточно большие как бы площади, такие объединенные, которые можно огородить это самое и так далее, то в Российской Федерации ситуация другая. То есть, например, это с одной стороны может быть полностью хозяйство, вот у нас было 4 таких хозяйства, а может быть отдельное поле или несколько полей, которые достаточно разбросаны по территории хозяйства. Вот всего где-то 22 хозяйства, земли которых были выведены из землепользования. То есть в настоящее время там ничего не выращивается. Единственное, что можно сказать, что население иногда использует их, опять же, несанкционированное для выпаса скота. Но, опять же, они ничем не огорожены, нет никаких запретительных, заградительных знаков. То есть она вроде как в зоне есть, а вроде как ее нет. Поэтому, когда мы говорим о зоне отчуждения Российской Федерации, мы обычно говорим не зону отчуждения, а или территорию выведенной землепользования, или территорию с высоким уровнем загрязнения. Второй момент, что даже несмотря на высокое загрязнение некоторых лесов, их в зону отчуждения так и не включили. То есть были введены только ограничения на лесопользование, на заготовку леса и на проведение там некоторых работ. Ну вот, если посмотреть с 91-го года, да, с 87-го, это вот такое было достаточно крупномасштабное обследование, по результатам которого земли из землепользования выводились, это было 17 тысяч гектаров, то в настоящее время земель с такими же уровнями загрязнения осталось всего около 5 тысяч гектаров. То есть чисто теоретически, с точки зрения радиологических аспектов, 70% этих территорий можно опять уже возвращать в хозяйственные использования. Дальше стоит вопрос телесообразности, потому что примерно от 6 до 10% земель уже прошло за весенние, их можно передать в лесновую форму. В сельском хозяйстве как бы также требовалось ликвидацию последствий аварий. Собственно говоря, все мероприятия, которые были разработаны для сельскохозяйственных угодий, очень сильно зависят от, скажем, времени после аварии. То есть если в первые годы после аварии, когда это период введной активности, период, когда, скажем, радиоактивные вещества падают на поверхность растений, на поверхность животных и так далее, мероприятия, соответственно, одни. Начиная со второго года, начинается корневое поступление, то есть когда у нас растения забирают радиоанубриды уже из почвы. Соответственно, на территории больше всего пострадало у нас 4 области. Это в первую очередь Брянская, Калужская, Тульская, Ровская. А в этих 4 областях уже в первые годы после аварии продукция была настолько грязная, что она не соответствовала даже временно допустимым уровням, которые были введены и которые достаточно сильно превышали несколько раз действующие нормативы. Это было сделано для того, чтобы все-таки не выбрасывать всю продукцию, а условно, скажем, ту, которую можно употреблять, можно было бы все-таки употреблять. Направленные меры были в первую очередь, это снижение внешнего облучения, как дезактивация населенных пунктов, которые проводились, сокращение времени работы на угах и так далее, так и, скажем, специальные мероприятия в растеневодстве, в животноводстве, те, которые были направлены на то, чтобы уменьшить переход радиоанубридов из почвы в растениях, в сельскохозяйственные животные, ну и, соответственно, далее к человеку. Ну, естественно, что в первый период аварии у нас в основном запретительные меры были введены, то есть запрещалось пить молоко, потому что это были лиски, скажем так, с молоком употребить радиоактивный йод. Опять же, были вводились на выпас скота на пастбищах на содержание животных, а также были приняты решения все-таки о переработке части продуктов молочных с целью того, чтобы их можно было употреблять. Потому что, ну, во-первых, скажем, что касается радиоактивного йода, период полураспада 8 дней, соответственно, если мы с молока сделали масло, то через 2-3 месяца, в общем-то, йода там уже практически не будет. Это как бы первое. А второе, это то, что, скажем так, кулинарная обработка продуктов, и до сих пор для людей, которые проживают на загрязненном территории, это рекомендуется, способно до сотни раз, в принципе, сократить количество радиоактивных видов продукции. Например, цезий – элемент водорастворимый, и, условно говоря, в топленом масло его где-то будет примерно раз в сто меньше, чем в молоке, в случае, где-то в процентах будет больше, раз в 60-30 где-то примерно меньше. То есть, соответственно, достаточно элементарные, скажем, способы кулинарной обработки животных, и рекомендации такие для проживающих на загрязненных территориях людей есть, они, в принципе, действительно позволяют там, скажем так, безопасно жить, безопасно употреблять продукцию, которую они производят. Ну, соответственно, часть мероприятий были неограничительны, были организационные мероприятия, была проведена достаточно масштабная эвакуация скота, убой скота проводился, но потом эти меры были приняты неоправданными, потому что, скажем так, убитый скот надо было где-то захоранивать, это опять же очередное место хранения, в то время, когда уже все-таки были приняты другие решения в животноводстве, там, это перевод на чистые корма, использование там зеленых, ну, много, достаточно большое количество ветеринарных зоотехнических мероприятий, которые, в принципе, не убивая скотинку, позволяли получать чистое молоко и мясо. И на загрязненных территориях данной меры используют до сих пор. Были введены некоторые специальные меры, спашка с оборотом хвоста, чтобы, скажем, заглубить радионокриды, которые находятся в верхнем слое, пониже, чтобы, опять же, можно было, скажем, там, выращивать продукцию. И был в первые годы введен обязательно газиметрический контроль, функционировали лаборатории в каждом грязном районе. К сожалению, сейчас ситуация немножко изменилась, и, в принципе, в некоторых даже районах Брянской области самые грязные ветеринарные лаборатории радиологического контроля сейчас закрывают. И объединяем. Ну, вот так вот, просто для сравнения, это четыре наиболее загрязненные области. Это ситуация в 1986 году, тут все такое красненькое, местами желтого. И вот ситуация, которая, эта карта, которая была построена в 2009 году, где видно, что, в общем-то, на части Брянской области действительно еще сохранились высокие уровни загрязнения, а частично она в Тульской экологической области и наиболее менее послодавшаяся на Саратовской области. Если в первые годы после аварии достаточно большое количество таких растений, которые, в принципе, и так не сильно много накапливают, скажем, не соответствовали временно допустимые уровни, но в Тульской, Орловской и Калужской областях этой ситуации достаточно быстро, особенно в Орловской и Труйской, где достаточно плодородной почвы и низкий переход из почвы в растения, там эта проблема уже фактически в первые годы отпала. Что касается Брянской области, то там ситуация несколько другая. То, что касается, опять же, наиболее, скажем, критичных для Чернобыльской катастрофы, это мясо, молоко, это самые критичные продукты сельского хозяйства, то ситуация была такая же. То есть в первые годы почти во всех областях было превышение временно допустимых уровней, но тем не менее в Тульской области, в Орловской области уже фактически на следующие годы загрязнение жидко-молоческой продукции фактически не смогли дать. Что касается Брянской области, здесь ситуация несколько иная. До 1991 года, где-то до 1993 года, достаточно большое количество мероприятий проводилось. То есть в первую очередь, то есть чем характеризуется, скажем, наша загрязненная территория? Почвы малоплодородные, почвы кислые, почвы с низким содержанием гумуса, то есть, соответственно, применение достаточно, скажем, почти традиционных мероприятий, то есть повышенное содержание минеральных удобрений, известкование почв, колеивание, фосфоритование и так далее, они где-то позволяли в 2-3 раза стабильно снижать накопление радиоцезия в сельскохозяйственной продукции. После 1991, после 1993 года, такие мероприятия, их, в общем-то, масштабы сократились где-то раз в 5, наверное. Сейчас вообще единичный случай, где, скажем так, государственная поддержка проводится для того, чтобы проводить такие мероприятия. Поэтому, скажем, до сих пор ситуация, в принципе, недостаточно благополучная. То есть, вот даже сейчас у нас где-то зарегистрируется, вот это, скажем так, данные 2016 примерно года, тем более, если мы принимаем пятнистые загрязнения, у нас есть очень сильно грязные участки, есть менее грязные участки, даже в пределах одного хозяйства. Вот где-то иногда выборочно, у нас за 3% зерновой продукции иногда превышает допустимые нормативы, 20% молока, мяса. Это, как правило, от поступивших, это, как правило, молоко частных коров, и как бы, ну, частники, они где послут, там и послутся. То есть, все-таки, для продукции сельскохозяйственной предприятия ситуация немножко другая, там это все-таки больше организованное, больше контроля, например, идет со стороны агрохимических служб. И, все-таки, там действительно как-то мероприятия проводятся и так далее. Где, скажем, частник пасет свою корову, то и узнает. Он может и в лесу упасти, соответственно. Поэтому, скажем, до сих пор регистрируется. И, соответственно, опять же, из-за специфики, скажем, почвенного покрова и так далее, до сих пор, в общем-то, сохраняются очень высокие риски загрязнения коров. Ну, соответственно, в последующем, возможно, молока. Вот, в принципе, до сих пор, да, несмотря на все мероприятия, скажем, где-то примерно, вот это шесть самых загрязненных районов Брянской области. Вот Красногорский, Новозрельский, Гордеевский, там до 35-34% земель, на которых до сих пор остается необходимость проведения защитных мероприятий. Все остальные территории могут, в принципе, для производства продукции сельскохозяйственной использовать вполне безболития. Что касается, скажем, Калужской области, то здесь у нас вообще все замечательно. То есть, в принципе, то, что касается сельскохозяйственной продукции, у нас три самых загрязненных района, Ульяновский, Жиздринский и Хвостовичский, для производства сельскохозяйственной продукции их можно прям использовать вообще без всяких выраничений. Значит, проблема остается до сих пор самая такая, это грибы и ягоды. То есть, грибы, это всем, наверное, известно, сильно накапливают в себя, в принципе, все, в том числе и радиоактивные вещества. Поэтому, скажем, при уровне загрязнения 1 кюри, да, то есть, так, чтобы понять, что такое 1 кюри, это у нас, считайте, до 1 кюри территория не относится к зоне загрязнения радиоактивного, после 1 кюри относится к зоне радиоактивного загрязнения. Вот при загрязнении 1 кюри, это, в принципе, есть достаточно высокие риски получить грязные грибы, ягоды и так далее. Ну, поэтому, скажем так, в наших районах я бы грибы кушать бы так полпасал. Хотя, с другой стороны, разовое поедание радиоактивно загрязненных грибов, как показала практика, и ели их и в Полесском заповеднике собирали, или на Украине. В общем-то, все живы-здоровы. То есть, поэтому, как сказать, вот так в заключении, что касается Чернобыля. На данный момент, с точки зрения, скажем, проживания людей, фактически, вот все населенные пункты, которые у нас официально относятся к зоне радиоактивного загрязнения, ну, фактически все безопасны. То есть, не выводят их из зоны загрязнения, потому что приходят специалисты в администрации, а им говорят, да вы что, меня выборы наносу, я сейчас вот эти населенные пункты из зоны выведу, и все, меня тут не выберут. Это, в общем-то, ситуация достаточно распространенная. Как у нас ответственные чиновники некоторые сейчас говорят, ну, знаете, мне там о губернаторе позвонили, там не буду говорить, какую область, и вот ругались. А что это вы тут такую новую, эту самую, новое зонирование, значит, населенных пунктов выпустили. Ну, вот как бы так. И поэтому, как бы, как сказать, то есть, да, Чернобыль катастрофа, да, Чернобыль-то было страшно. Вопрос, как к этому относиться. Ну, мнения могут быть разные. Можно относиться, как, в принципе, к любой другой катастрофе. Мы к ней первое время репетировали основные последствия, и просто продолжаем, как бы, с этим жить дальше. Вопрос сейчас очень, очень актуальный. Это, условно говоря, там обмены или не обмены львов для лиц, которые проживают, и которые в свое время были отнесены к зонам загрязнения. Ну, как уж и потом было неоднократно признано, что, в принципе, в каком-то смысле, слишком велик был искуп после Чернобыльской аварии, и очень много решений были, скажем, было избыточных. То есть, у нас, если прошел пожар, да, там, какое-то стихийное бедствие, у нас там людям раз его выплаты сделали, их же не обеспечивают там всю жизнь. Вот, это как бы первый момент. Второй момент, что раз такое решение принято, да, его надо соблюдать. Но дело в том, что очень много сейчас людей, которые используют все эти льготы и так далее, скажем, ну, не совсем по назначению. Просто в той же Брянской области есть куча населенных пунктов, в которых там формально прописано. Формально прописаны люди, приезжают что-то реально, там один-два дома, где люди живут, там некоторые используют это по даче. Но людей там прописано, там, 120 человек. Нет никого. Почему люди прописали? Чтобы льготы получить. И такая ситуация, она, в общем-то, достаточно распространенная. Как с ней будут бороться, неизвестно. Пока сейчас продвигается такой вопрос, чтобы, условно говоря, оставить льготы тем, кто их уже получает, но прекратить выплату льгот, точнее назначение льгот людям, которые как бы переезжают туда сейчас. Вот. Балачку пить можно, в принципе, когда мы находились в Минске на территории заповедника, фактически на территории прилегающих заповедников, то есть у них, в принципе, есть хорошие молочные заводы с хорошим радиационным контролем, которые производят хорошее, нормальное, чистое молоко. Вот. Ну, грибочки я, наверное, все-таки грибочки не бежать. Ну, наверное, все. Спасибо. 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 Спасибо.